Добрый вечер! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Павел Танин и в этом выпуске. Запустили второй котел. В поселке Бертикистяк горного района продолжают восстанавливать систему отопления. Врачи борются за жизнь. Состояние ребенка из Санкт-Петербурга района остается крайне тяжелым. Разместить 400 детей в 8 мая открыли новую школу. Подачу тепла в поселке Бертикистяк восстанавливают в круглосуточном режиме. К отоплению уже подключили 4 многоквартирных дома, 3 административных здания. Организации работают в штатном режиме. Несколько минут назад запустили второй котел сгоревшей котельной. Всего на восстановлении занято 11 бригад. Это местные специалисты и коммунальщики из соседних районов и Якутска. В Санкт-Петербургском районе врачи борются за жизнь ребенка, которого отец сбросил со второго этажа жилого помещения. Состояние малыша по-прежнему крайне тяжелое. Его подключили к аппарату ИВЛ. Врачи диагностируют открытую черепно-мозговую травму и делают все, чтобы стабилизировать жизненные процессы, рассказывает Любовь Васильева. Этого пьющий инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. В селе Сунтар пьяный мужчина скинул 10-месячного сына со второго этажа. Из материалов следственного отдела понятно, что пьяный 24-летний отец не выдержал кромкого плача маленького ребенка и решил наказать, выбросив с высоты. Сейчас подозреваемый заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии». В данное время за ребенком в отделении реанимации районной центральной больницы следит бригада врачей. Санавиация в составе детского анестезиолога и нейрохирурга вылетела в Сунтар сразу в первые часы. Врачи диагностируют открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и мягких тканей, левосторонний гемипорез. И он до сих пор нетранспортабелен. Но по приезду состояние ребенка оказалось намного худше, чем мы предполагали. То есть он на сегодня крайне тяжелый. Гемодинамику он не держит, он нестабильный. Он находится сегодня под искусственной вентиляцией легких. Сегодня, по сути, за него дышит аппарат. Мозг пострадал очень сильно. И сегодня идут мероприятия, возможность стабилизировать все процессы, остановить отек мозга, который идет у ребенка и который, естественно, мешает нам поднять его в воздух. Как нам рассказали в администрации села, инцидент произошел в рабочем месте подозреваемого, где он работал охранником и кочегаром. Молодая пара переехала в Сунтар в конце прошлого года из Верхневилюйского улуса и считалась вполне благополучной. Семья, скажем так, снимала частный дом с печным отоплением. Но во время дежурства отца семья полностью приходила с ним на работу. И вот данная трагедия тоже случилась на месте работы. Семья на учете ПДН и КДН, в общем, в органах профилактики она не состояла. В принципе, семья была, ну, жила обычной жизнью. Это дело изучает детский омбудсмен республики Анна Соловьева. Вот человек не может регулировать свои эмоции и не отдает отчета своим действиям. Поэтому сейчас много как раз в следственных мероприятиях окажется, почему так случилось. Но одно то, что он был привлечен за угрозу убийством, это уже много говорит о том, что человек, скорее всего, не выдержан. Бывает часто в психопатическом состоянии. Расследование уголовного дела продолжается. Назначены экспертные исследования. А ребенка, когда будет устранен отек мозга, эвакуируют в педиатрический центр города Якутска. Любовь Васильева, Григорий Охлопков, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск, Сунтар. В Ильюйском районе продолжается подготовка к запуску ракеты. Пуск с космодрома Восточный запланирован на 1 февраля. Отделяющиеся части ракеты должны приземлиться на территории района. Специалисты уже установили приборы, которые помогут определить координаты падения. Добавим, что «Союз-2.1А» с разгонным блоком «Фрегат» выведет на орбиту космический аппарат «Канопус-Б». Он предназначен для оперативного мониторинга техногенных и природных катастроф. Отобраны три мониторинговые точки из восьми. Завтра также будет производиться облет территории по мониторинговым точкам перед запуском. А также будет производиться отбор проб после запуска ракеты. Также был произведен замер радиологического фона. Он находится в норме. 0,009 до 0,10 микрозивертов в час. Общественная палата доказала свою эффективность. Об этом сегодня сообщил руководитель региона Егор Борисов на встрече с членами Общественной палаты Республики. По словам Борисова, изначально Общественную палату создавали как инструмент развития общества. Именно здесь можно услышать самые разные точки зрения и подходы. Руководитель региона отметил, что самое главное – благодаря созданию палаты, население и власть стали лучше понимать друг друга. В прошлом году провели больше ста публичных мероприятий. И некоторые объемные вопросы 2017 года палата продолжит рассматривать в этом году. А еще одно крупное мероприятие – Гражданский форум. Решено провести зонально. Такой формат позволит обеспечить наиболее широкое участие общественников и активных граждан. В Амгинском районе открыл свои двери бизнес-инкубатор. Строительство объекта началось в декабре 2016 года. На данный момент в республике функционирует 16 таких центров. Амгинский стал 17-м по счету. В новом здании начнут и продолжат предпринимательскую деятельность пять бизнесменов района. Кроме того, мы активно развиваем сеть школьных бизнес-инкубаторов. То есть в каждом улусе, к каждому, скажем так, взрослому бизнес-инкубатору прикрепляется как минимум две школы, на базе которых будет развиваться молодежное предпринимательство среди школьников. Кроме того, активно развивается сеть студенческих бизнес-инкубаторов на базе среднеспециальных и высших учебных заведений. По итогам последних лет система бизнес-инкубирования, построенная в нашей республике, признана одной из эффективных систем на территории Российской Федерации. И внедрение вот таких стандартов деятельности бизнес-инкубаторов позволяет нам повысить выживаемость начинающих предпринимателей. 9 тысяч человек в Якутии на минувшую неделю обратились в больницы с симптомами гриппа и ОРВИ. По данным Республиканского управления Роспотребнадзора, превышение недельных эпидемических порогов регистрируют в четырех районах. Это Амгинский, Аннабарский, Нижнеколымский и Олегминский, а также город Якутск. Из числа заболевших ОРВИ более 85% приходится на детей до 14 лет. В Усть-Майский район прибыла первая партия муки высшего сорта по программе господдержки завоза товаров. Принятое правительством республики в 2006 году решение о возмещении транспортных расходов по доставке продуктов питания стало большой поддержкой для хозяйствующих субъектов. Кроме муки, Эльдикан Торг в районе обеспечивает население и другими продуктами питания. До начала распутицы их будут отправлять в отдаленные и труднодоступные населенные пункты. Сейчас пришла мука у нас. Пришла машина с мукой 21 тонна. Это первая машина. Вот мы ее разгрузили. Сейчас идет погрузка для хлебопекарни нашего поселка Эльдикан Торг. Мониторинг цен мы изучаем нашего поселка, поэтому мы с нашим предприятием отрабатываем и стараемся, чтобы цены у нас были поменьше, конечно. Между тем, 400 детей готовы принять в свои стены новая школа Усьмай. Это самое крупное учебное заведение из числа тех, что построили в Якутии в прошлом году. Современные условия и односменный режим – вот что ожидает тех, кто будет учиться в этой школе. Подробности у наших корреспондентов. В районном центре поселка Усьмай свои двери распахнула новая современная школа на 400 мест. Это самый крупнейший объект из числа школ, построенных в республике в 2017 году по инвестиционной программе в республике Саха-Якутия. Новое здание обеспечит современные условия образования для детей и односменный режим обучения в целях реализации поручения Владимира Путина. Глава нашей республики очень четко отслеживает строительство таких школ. И несмотря на все трудности, которые присутствуют сегодня при принятии бюджета, деньги на эту школу закладывались. Действительно школа получилась замечательной, и в ней будет приятно учиться. Теперь все дети Усьмай могут учиться в одну смену. В школе предусмотрено 25 класс-комплектов по 20 учащихся. Учительская, актовый зал, спортивный зал, библиотека, оборудованные классы для уроков труда, медицинский кабинет, кабинеты иностранных языков с лингофонным оборудованием, лабораторные кабинеты для уроков химии, физики, информатики, биологии, универсальные кружковые помещения. Школа замечательная. Учиться мы будем в одну смену. Спортивный зал хороший, столовая у нас, кабинеты все предметные. Каждый учитель имеет предметный кабинет. Да, с нетерпением ждали. Это новое здание, новые оценки, новая учеба. Мы пожелали бы предчастникам, ну как последователям, чтобы они ценили школу и не портили имущество. Мы любим нашу Усмайю! Мы любим нашу Якутию! Мы любим нашу Россию! Спасибо за новую школу! Юрий Таюрский, НРК Саха, Усмайский, Улусы. В завершение выпуска в Якутию приехал журналист из Австралии. В северном регионе он планирует снять документальный фильм о холоде. Место для съемок выбрал соответствующий полюс холода. О морозном путешествии он рассказал нашим корреспондентам. Фотограф-публицист Хью Браун приехал из города Перт, расположенного на юго-западе Австралии. Казалось бы, Якутия и Австралия ничем не похожи. Но, по словам Брауна, их отличает только экстремальная жара и экстремальный холод. Он говорит, что якутские просторы и то чувство единения с природой, которое ощущаешь, находясь в одиночестве в огромном пространстве, объединяют якутскую тундру с австралийской пустыней. И чтобы провести эту параллель, он приехал снимать документальный фильм в Якутию и выбрал для этого самое холодное время года. Он решил не только собрать фото, видеоматериал, но и испытать себя в условиях низких температур. Я не знал, чего ожидать от Якутии. Я привык путешествовать один. Но когда собрался ехать в Сибирь, возникло много вопросов. Как будет работать моя камера в условиях экстремального холода? Каких людей я встречу? Я не имел об этом представления. И все говорили мне, что ехать на полюс холода очень опасно. Там очень холодно. В Якутии я понял, что малейшая ошибка может стоить мне жизни. Хью восхищается якутянами, людьми, которых он здесь встретил. И считает свою поездку на полюс холода одними из самых ярких впечатлений в своей жизни. А больше всего ему запомнилось купание в Северной речке при температуре минус 45. Якутия привлекает туристов своей невероятно красивой природой и таким же невероятным морозом. Фотографии за индивевшими ресницами на фоне термометра, показывающего экстремально низкие температуры, разлетаются по всему миру и рассказывает об уникальности нашей республики. Галина Кутугутова, Георгий Григорьев, НВК Сахар, Якутск. Галина Кутугутова, Галина Кутугутова, Героид Курика. Галина Кутугутова, Героид Курика. Ahí есть связано с мпс. Безор tengaEMA к местам, что не вычет uh기는 несказывания взвучитие, Quindi камера будет легче. Во свои rash лет��pi